друзья приветствую всех из сада божьей матери только вчера вечером закончили крышу и сегодня палил дождь весь день видимо будет дождь но нам это уже не никак не помешает потому что мы перешли уже к отделочным работам внутри дома слава богу прям господь все это время как будто на руках держал все так сложилось благоприятно как говорится как по маслу я освободился от обязанности рабочего таскать груз и там что-то держать поддерживать вот сейчас плотно занялся рукоделем пишу иконы и хотел сделать публикацию по вопросу борьбе со страстями конкретно с блудной страстью много очень пишут много вопросов поступает как с ней бороться вот поэтому пришло на ум сделать несколько может быть публикации насколько позволяет формат инстаграма по этой теме это очень очень важный вопрос как бороться с блудной страстью и как вообще бороться с грехом и со страстями наверно надо начать с самых азов самого начала греховных страстей у человека 7 так ситуация их подразделяют семь страстей основных это по порядку самое грубое и в новоначале борющий человек это страсть чревоугодия следующая за ней блудная страсть потом страсть гнева уныние сребролюбие тщеславие гордыня вот 7 страстей 7 ступенек которыми враг держит душу начнем с первой страсти как учатся святые отцы по порядку первая страсть которая обрушивается на человека желающего вести богоугодный образ жизни это страсть чревоугодия с этим наверное проще всего надо приучить себя кушать в одно и то же время и ограничено то есть с воздержанием старайтесь кушать так чтобы вас это не отягощало чтобы после еды вы могли встать и пойти работать или помолиться силан афонский он очень хороший критерий дает как надо поститься он говорит надо кушать столько чтобы после еды вам хотелось бы молиться вот то есть не надо себя морить голодом постом таким строгим это это вообще не нужно вот просто научитесь кушать в одно и то же время и с воздержанием потому что если вы объедаетесь если вы кушаете больше чем требует ваше тело вообще еда она нужна только для того чтобы поддерживать тело в порядке тело это наш инструмент машина вот и не тело носят душу а душа носит тело и тело это инструмент добродетели то есть через тело мы совершаем какие-то добрые дела на земле вот для чего нам нам оно нужно вот поэтому оно должно быть в порядке соответственно его нужно содержать в порядке то есть заботиться о здоровье и пост в этом очень помогает потому что если вы будете переедать то во первых вы здоровье свое испортите во вторых у вас будет постоянно подавленное состояние духа тело будет дебелом как говорят ацы тяжелым и будет постоянная сонливость и главное что как раз блудная страсть она держится в основном вот на объедение то есть когда вы объедаетесь то тело начинает бунтовать требует больше того чем ему нужно вот и тут конечно надо просить помощи божией но и просто приучить себя организовать приучить себя к такому такой дисциплине то есть быть собранным это это несложно поверьте с божьей помощью это не сложно блудная страсть с ней сложнее потому что она паразитирует на нашем естестве и скажу общий порядок ведения борьбы со страстями то есть понимаете ни один грех не совершается без мысли то есть перед тем как согрешить делом обязательно придет мысль по другому не бывает это наша природа поэтому самый эффективный способ борьбы вообще с любой страстью но особенно со страстью чревоугодия и блуда это внимание и пресечение первой греховной мысли которая возникает у вас сознание как только на периферии сознания появилась мысль которая склоняет вас допустим к тому же объедение не вовремя захотелось кушать или знаете что вы сыты но захотелось еще съесть это уже излишество как только мысль возникает ее надо сразу пресекать то есть первое идет внимание будьте внимательны как только появляется мысль вот дальше я вам дам сейчас очень хорошие очень хорошее оружие которое нам передали святые осы это иисусова молитва это самый эффективный способ борьбы со страстями почему потому что она отсекает самый прилог то есть вот первое прирожение этой мысли когда возникает греховная мысль склоняющая вас к какому-то греху не входите с ней в рассуждение не рассматривайте ее не противоречьте ей не старайтесь воображение представлять как это плохо как это как вы оскорбите бога и так далее и так далее ум будет спорить с этой мыслью а сердце будет незаметно услаждаться и дальше и дальше просто когда сердце уже начнет услаждаться грехом возможно уже даже падение поэтому смотрите самый эффективный способ как только появилась в сознании греховная мысль сразу от нее отталкиваетесь прямо с гневом нежеланием то есть нежеланием этой мысли и сразу начинайте творить Иисусову молитву тихонько вслух самому себе чтобы вы сами слышали если вы один и вас никто не слышит или про себя умом если вас окружают люди не надо чтобы люди слышали что вы молитесь это надо делать в тайне начинайте быстро читать Иисусову молитву лучше краткую пятисловную читайте со стороны может показаться это даже механическим каким-то действием не пытайтесь выжимать из себя какие-то чувства покаяния сокрушения там умиления это все будет искусственно и это не нужно просто читайте Иисусову молитву примерно вот так вот Господи Иисусе Христе помилуй мя Господи Иисусе Христе помилуй мя Господи Иисусе Христе помилуй мя то есть одна молитва должна следовать за другой без пропусков чтобы помысл не успевал вклиниваться увидите через очень краткое время мысль исчезнет греховная мысль исчезнет по благодати Божией это работает поверьте вот остановимся пока на этом то есть на пресечении греховной мысли дальше я не знаю удастся ли загрузиться этому файлу у нас очень слабый интернет и инстаграм как-то странно работает смотрю уже 10 минут файла конечно много хочется сказать но хотя бы вот такими вот краткими публикациями буду вас вести по этой теме это очень важно Иисусова молитва лучшее оружие против страстей ну надо еще сказать добавить конечно то что нужны какие-то предварительные действия то есть если вот по блудной страсти у вас страсть к какому-то конкретному человеку то нужно в первую очередь по возможности максимально удалиться от объекта страсти чтобы его не видеть не слышать не чувствовать вот и дальше идет вот уже борьба с мысленным грехом запомните одну вещь никогда грех не совершается без того чтобы ум согласился с помыслом поэтому если хотите пресечь грех пресекайте помысл и лучше всего это делать Иисусовой молитвой вот следующей публикации скажу о других страстях уныние гнев гнев наверное тоже надо сюда включить в этот же раздел вот эти три страсти чревоугодие, блуд и гнев это страсти телесные в основном как ни странно даже гнев это телесная страсть это раздражительная часть души она в нашем естестве заложена и мы ее неправильно используем гнев святые отцы называют нервом души то есть без этой силы души человек не мог бы ничем заниматься это ему дает энергию делать какие-то дела но мы его используем по эгоизму, по самолюбию против ближних то есть из-за того чтобы гневаться на страсть на бесов мы гневаемся на наших ближних поэтому с гневом точно так же как только возникают помыслы гнева против кого-то не спорьте с ними не говорите ничего во-первых промолчите никогда не отвечайте ничего не говорите в гневе и сразу начинайте про себя или тихонечко вслух самому себе если вас никто не слышит быстро читайте Иисусову молитву помысл отойдет минуты две три там пускай десять минут помысл уйдет и увидите как только помысл уходит сразу на сердце тишина понимаете дело в том что у нас ум неразрывно связан с сердцем и то что у нас на уме то этому и сочувствует сердце поэтому храните ум в чистоте и сердце тоже потихоньку будет очищаться вот другие страсти уныние сребролюбие гнев и тщеславие это уже другой раздел в нем поговорим если Бог даст следующей публикации и дальше перейдем уже более таким глубоким вещам связанных именно с этим по этой теме Божьей помощи благодать вам дорогим спасибо Господи